Интеллектуальная пермская молодежь получила возможность прикоснуться к миру большой науки. На форум в Краевую столицу прибыла более чем представительная делегация. Александр Асеев, российский ученый в области информатики и вычислительной техники. Легендарный Анатолий Соголевич, ученый-океанолог, благодаря которому были осуществлены подводные съемки в оскароносном Титанике Джеймса Кэмерона. Ученик и последователь Святослава Федорова, офтальмолог Христа Тахчиди. Модератором форума выступила журналист, член Академии российского телевидения Эвелина Закамская. Ученые подготовили лекции на самые разнообразные темы, каждый в своей области. Первая является такой особой точкой на карте. Новые промышленности, новых инноваций и вообще говоря, новой экономики России. Вот это нас сюда привело. Я лично чувствую ответственность, связанную с тем, что после ухода Сергея Петровича Капица образовалась брешь. И вообще говоря, ее надо заполнять. Дело в том, что идею форума в свое время поддержал известный ученый-физик Сергей Капица. После его ухода из жизни в августе 2012 года было принято решение посвятить Пермский форум его памяти и развитию наследия подвижника науки. Мероприятие поддержало правительство Пермского края. От имени губернатора Виктора Басаргина к участникам форума обратился вице-премьер Алексей Чибисов. Мы надеемся, что молодым людям, которые заканчивают вузы, поступают в вузы, будет полезно участие в этом форуме, потому что экономике Пермского края крайне важно получить высокообразованных специалистов, которые будут работать на благо нашей малой родины. Помимо насыщенной лекционной программы, также состоится просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов. Новшеством форума «Ни дня без науки» станет учреждение премии имени Сергея Капицы. Ее будут присуждать молодым ученым до 35 лет. Елена Закирова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей. Вот этот свет...